МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и сразу к главным новостям сегодняшнего дня. Выемка документов или очередные задержания? Что искали силовики в Каспийской мэрии? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно, дети! За рулем водитель без прав. Как махачкалинские школы возят, ребят узнавали наши корреспонденты. День праздника сегодня, а? Я не знаю, честно. Пожилые помнят, молодежь не знает. Чем знаменателен день 7 ноября в жизни России, отвечают жители. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочий день в администрации Каспийска сегодня начался с маски-шоу. Вооруженные силовики провели обыски у заместителя главы города Заура Ремеханова и еще у нескольких высокопоставленных чиновников. СМИ даже сообщали о задержании Ремеханова, однако в мэрии Каспийска этот факт не подтвердили, указав лишь на то, что идет обычная выемка документов. Чуть позже стало известно, что Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело против бывшего градоначальника Каспийска Джамалу Дина Амарова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодуса Российской Федерации. Это превышение должных полномочий главой органа местного управления. По версии следствия, Амаров, занимая указанную должность в конце декабря 2010 года, незаконно, без проведения торгов, нарушение установленного порядка, подписал постановление о предоставлении частному лицу земельного участка площадью 3 гектара для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией, на основании которого был в дальнейшем заключен договор аренды данного земельного участка, кадастровая стоимость которого превышает 42 миллиона рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении Амарова меры пресечения. Сотрудник полиции насмерть сбил пожилую женщину. ДТП произошло в Ногайском районе республики. По данным МВД, 72-летняя местная жительница переходила дорогу в неположенном месте. Отмечается также, что полицейский на своем автомобиле отвез ее в больницу, где она и скончалась. Три человека пострадали в ДТП с маршруткой. Столкновение пассажирской газели и автомобиля «Лада» произошло вблизи поселка Турали. Как сообщает Минздрав, пострадавшие госпитализированы. У всех состояние средней степени тяжести, среди них есть и дети. По предварительным данным, водитель легковой автомашины выехал на полосу встречного движения. Для профилактики транспортных происшествий ГИБДД республики проводят различные мероприятия. В их числе акция «Осторожно, дети». Сотрудники ведомства провели рейд рядом со школой номер 58 города Махачкалы. Оказалось, детей со школы домой забирают водителям маршруток, прав на вождение у которых вовсе нет. Кроме того, транспорт плотной перегружен. И это не все выявленные нарушения. Хамзу Нурмагомедов расскажет больше. Сколько влезет, столько их и повезут. Такое отношение водителям может стоить жизни или как минимум травмам. Перегруженный автомобиль тяжело управлять, поэтому пассажирам стоит подумать, прежде чем сесть в маршрутку, то есть стоять в ней. Толкучка и драка. В салоне иногда бывает трудно дышать, признаются ребята. Вместе ехать может быть веселее, но когда машина резко останавливается, больно. Держаться-то не за что. А вот школьники постарше видят в этом больше выгоды и готовы терпеть неудобства. Как по мне, вполне удобно, потому что с дома выходишь, сразу тебя спокойно, ты не стоишь на остановке, не ловишь маршрутку, ничего, ты сразу стоишь в машину теплую и уезжаешь в школу. И ты со школы сразу же выходишь, тебя отвозят домой, вполне удобно. Водители этих «Газели» и дорожные полицейские остановили недалеко от школы. Помимо нарушений всех требований перевозок, у одного из них не оказалось при себе водительского удостоверения. При этом родители, работая водителей, как ни странно, довольны. Впрочем, этому есть объяснение. Нанимать шофера, который прямо со школы до дома довозит ребенка, выгодно и удобно. В этой школе учатся более трех тысяч человек, а два автобуса, рассчитанные на сто пассажирских мест, как выяснилось, еще и не работают. Лицензию не получили. Ну, буквально в течение этой недели, возможно, на следующей неделе уже автобусы поедут. Детей все же высадили, владельцам транспорта выписали протокол. Сотрудники ГИБДД еще раз призывают взрослых беречь себя и своих близких и нарушая правила безопасности. Цель, конечно, это безопасность детей и обеспечение безопасности дорожного движения, уменьшить детский травматизм, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Более 50 любителей программирования и сборки умных машин на одной площадке. Так, в Махачкале проходит чемпионат по робототехнике. В Дагестане это направление весьма популярно. С молодыми талантами познакомилась и моя коллега Зумруд Гамидова. До чего техника дошла? Роботы покоряют просторы Дагестана под руководством юных конструкторов. Никакого дистанционного управления. Машина заранее запрограммирована на поставленные организаторами задачи. Эти роботы из Лего – настоящие сумоисты. Их цель – вытолкнуть противника за пределы ринга. А этот робот-чертежник. Он двигается по строго заданному курсу. Изобретателям этих чудо-машин нет и 10 лет. Мы должны разобрать робота и на память его собрать. Потом мы будем его тестировать на этой площадке. То, что там можно физические тела программировать. Не просто программировать, но и управлять всякими компьютерами. Для Джалала это первые соревнования. Робототехникой мальчик занимается всего два месяца. А начиналось все с обычных конструкторов Лего. Этот прототип роба сумо мальчик сделал самостоятельно. В сборке и программировании проблем не возникло. А вот над системой управления пришлось поработать. Я с самого детства Лего занимаюсь. У меня очень много Лего дома лежит. Главные критерии выбора – скорость и качество сборки машины. В зачет шли точность выполнения задач, выбор маршрута и конструктивных решений. Для участников умных соревнований это уже не просто увлечение. Многие намерены связать свое будущее с робототехникой. Это направление стремительно развивается и становится все популярнее в нашей республике. Мне нравится то, что связано с техникой, с роботами. Поэтому решил. Уже как-то определился с выбором профессии? Да, инженерия, в ту сторону. Навыки, которые ты здесь приобретаешь, тебе наверняка пригодятся? Ну да, есть программирование, сборка конструктора. Соревнования уже носят ежегодный характер. В этом году были новые технические задания. Становится все интереснее, а количество юных специалистов с каждым годом только растет. Этот чемпионат по робототехнике предназначен для популяризации робототехник вообще в республике, как в республике, так и по всей России. И очень отрадно, что у нас количество участников, с каждым годом мы сейчас проводим второй республиканский чемпионат по робототехнике, у нас все больше увеличилось количество участников. Это нас радует. Как говорят организаторы, образовательная робототехника – это не игрушки, а вклад в будущее ребенка, в которых в течение сегодняшнего чемпионата он, несомненно, был вложен. Замрут Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. 7 ноября – исторический день в жизни России. 78 лет назад на главной площади страны состоялся военный парад. В тот день торжественным маршем на фронт ушло более 28 тысяч человек, среди них тысячи дагестанцев. Тогда это имело большое значение в подъеме морального духа армии. Помнят ли сегодня жители республики? Об этом дне узнавала Алина Багилова. 7 ноября в советском прошлом – это был красный день календаря. Для многих представителей старшего поколения, кто помнит и знает историю, это по-прежнему так. А вот знает ли молодежь историю этой значимой даты – узнаем сегодня. Насчет праздника, честно говоря, я не в курсе. Я увидела сегодня в Инстаграме, везде. Среда? Все. День праздника, видимо, какой-то сегодня, да? Это созвездие братских республик страны, когда все народы были, мы все равны. Сегодня четверг. Никакой памятной даты не связано, как думаете? А, десятого, десятого. Раньше какой-то день ракторской революции, что было раньше, да? Сегодня четверг, седьмое число, седьмое ноября. Что-то есть связанное с этим? Конечно. Раньше все дети знали, что день седьмое ноября – это красный день календаря. Раньше это был праздник, при котором с утра мы вставали и слышали музыку патриотическую. Мы слышали праздничную музыку, марши. Мы понимали, что это праздник. А ваше прекрасный день лично для меня, например. Сегодня седьмое ноября. Во-первых, это день октябрьской революции. Советскую социалистическую, не советскую, а социалистическую революцию. А четверг живет сегодня? Это все, что связывает? Да, четверг. Какое-то памятное событие произошло в этой дне? Немного вспоминания. Ну ладно, спасибо. День недели? Четверг? Нет, вообще может быть какое-то событие. Я не знаю, честно. Исходя из запроса, видно, как взрослые люди помнят и чтят эту памятную дату для них. Но, к сожалению, молодые люди не совсем знают, о чем это день и что несет с собой событие седьмого ноября. Фестиваль национальных видов спорта прошел в городе Дагестанские огни. Организаторами спортивного события выступило городское управление по спорту, туризму и делам молодежи. В соревнованиях приняли участие 10 муниципалитетов Южного территориального округа республики. Команды соревновались в национальных видах спорта. Перетягивание каната и поднятие тяжести лучших наградили почетными грамотами и призами. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова